Вау! Всем привет, мои дорогие гитарные дрочеры! Добро пожаловать на мои диванные гитарные обзоры! Сегодня в выпуске у нас электрогитара Гибсон Белый Вася Леспол Студио, 13-го года выпуска. Как водится, немножко обратим свой взор в историю. Все вы знаете, что в начале 50-х годов Дед Маккарти, глава Гибсон того времени, и Леспол сели, репу почесали и спроектировали модель Гибсон Леспол. Я уж не знаю, насколько велик вклад самого Леспола в создание этого инструмента. Мне кажется, он не такой большой, потому что явно прослеживается наследственность от предыдущих моделей фирмы Гибсон. Но дело не в этом. Дело в том, что в 52-м году эти гитары уже поступили в продажу, и все! Но пошла пизда по кочкам, как говорится, закрутилась пердула, и с тех пор она и вертится, и именно в основном вокруг этой модели. Гибсон, поскольку занимаются бизнесом, хотят получить максимальную прибыль от данного модельного ряда. И в связи с этим, например, уже в 53-м или 54-м, ну, короче, после того, как запустили производство Леспол первой серии, сделали модель кастом для тех, у кого больше трех подбородков, кто хочет продемонстрировать свой достаток публике, для них эта модель. Для бичей-бомжей там еще придумали Джуниор, придумали еще Адову кучу моделей. Всякие Мелодимейкеры, Ти Ви, То Сё, 5-й, 10-й, Традиционал Классик, кучу, кучу всего навыдумывали. Но сейчас, ну так, вы, конечно, можете со мной поспорить, но, на мой взгляд, три самые основные модели есть у фирмы Гибсон по части Леспола. Это Леспол Кастом, Стандарт и Студио. Вот их ядерная триада сформировалась на сегодняшний день. Если говорить про Стандарт, то такая очень мутная ситуация со Стандартом. Я не знаю, какие спецификации можно выделить, чтобы по ним можно было безошибочно определить Стандарт. Некоторые считают, что первый Леспол, это и был Леспол Стандарт, вот этот самый Голд Топ. Ну, там вообще синглы были, например, там струнодержали совсем другой был. В общем, не очень похожи на Стандарт. Некоторые считают, что Стандарты из Бёрстов пошли. Тоже ХЗ, там, 57-й. Но вообще Стандарт на головке, здесь вот, на колокольчике, начали писать, по-моему, в 70-х годах. Так что давайте и примем условно 70-е годы за отправную точку. А Студио появился в 83-м году. И вот к этому времени как раз и имеем вот эту ядерную триаду. Гибсон Кастом, Стандарт и Студио. Вот самую нижнюю из этой линейки я сейчас держу в руках. И что, какие мысли мне приходят в голову? А каковы различия между всеми этими тремя видами электрогитар? Вот сейчас будем делать обзор и попутно будем выяснять эти различия. Итак, головка. Здесь у нас написано гибсон с золотой краской и леспол модель. Колокольчик, прикрывающий срам с нарбжон надписью Студио. Все как обычно. Черная хуйня закрывает всю нашу головку. И сзади мы имеем колочки. Колочки, да, в кавычках, мои любимые. Ну, пока они еще не развалились. И слава богу, постучу по дереву. Вот. Очень интересно. Здесь у нас окантовочки нет. Точно так же, как нет и, например, на моделях Стандарт. Но на Стандарте вместо золотой краски написано лого гибсон перламутровым пластиком. Запомните, пожалуйста, эту деталь. Едем дальше. Порожек. Порожек, впрочем, как и на всех моделях лесполов, здесь был пластиковый. Но, как мы видим, сейчас он заменен на костяной. Смотрим, что у нас дальше происходит. Дальше палисандр и трапециевидные вставочки из пластика под перламутр. Пердамутр. Переворачиваем гриф. Здесь у нас красное дерево и дотиками снабжена накладка с краю, чтобы слабослышащие гитаристы, но более-менее видящие, могли понимать, какие ноты они играют, если взглянуть сверху на гриф. Гитарист, он же не так на гитару смотрит. Он сбоку. Поэтому дотики очень важны для слабослышащих гитаристов. Вот. Ну, смотрим дальше. Пяточка. Пяточка перетекает в гриф. Вот таким образом, традиционным для гипсонов. А кантовочки на грифе нет. Кстати говоря, на старших моделях присутствует окантовка. Например, на стандарте, на кастоме. На кастоме, так там вообще еще и не трапеции, а прямоугольники. И на башке вместо надписи или с полумодель бриллиант крякнутый. А, кстати, я вам сейчас и покажу. Вот, например, кастом. Так, эту хуйню уберем. Вот так выглядит этот самый крякнутый бриллиант. Хуйня это, кстати, у меня для того, чтобы не звенели струны в паузах. Если кто сейчас спрашивает, что это за нахрен у него там. Ну, так вот. Дальше. Тушка, дека или корпус. Состоит из красного дерева на жопе. Жоп красное дерево и топ клен. Здесь, если посмотреть так вот, чтобы свет поиграл, то видно, что два куска красного дерева это жоп. И два куска с распилом посередине, сверху это топ. Точно такая же конструкция и у стандарта, и у леспола кастома. В 70-е годы, правда, там бутерброд делали. Тоже, кстати, сейчас покажу. Вот с 70-го года кастом, если взять. Опа! Ну, не совсем обычный кастом, но бутерброд самый обычный. Вот видим здесь. Ну-ка, сфокусируйся, давай. Видим здесь полосочку. Это вот полоска как раз между двумя кусками красного дерева, которые образуют корпус. Вот такая вот штука. Опа! Тяжелый, зараза! Облегчение там нет, 5 кг весит. А вот эта гитара весит совсем немного. Где-то примерно 3,8. Ну, что-то совсем хуйню какую-то весит. Очень легкая. И все почему? Потому что там облегчение в корпусе есть. Weight Relief. Этих облегчений... Это не то облегчение имеется в виду, которое вы сейчас подумали. Нет, облегчение это имеется в виду фрезеровка внутри корпуса. Их много разных штук. И вроде как сейчас современные модели, они у студио и у стандарта одинаково имеют контур облегчения. Вот посмотрите, как это все выглядит. То есть внутри мы имеем такие лучеобразные хуйни, которые вот отсюда из центра выходят. Ну, вы понимаете, да, почему именно так сделано? Потому что леспол работает как пружина. Или даже не как пружина, а как стакан, в который слеза капает. И мы видим круги, которые расходятся от центра и возвращаются к центру. И поэтому, когда мы бьем по струне, то мы как будто слезу сюда опускаем, и она от краев, и обратно сюда. И это дело все резонирует, и сигнал усиливает. Поэтому гибсон король сустейна, вы же знаете. Ну и, конечно, богатство обертонов тоже обеспечивается именно этой системой. Ну, в общем, как бы то ни было, облегчение одинаковое у стандарта и у студио. Но это не точно. Не точно, потому что стандартов этих, как я уже говорил, херово куча самых разных. Ну что ж, кроме этого, видим, что все покрашено белой краской и окантовочка отсутствует. На стандартах окантовочка спереди, а на кастомах и спереди, и сзади окантовочка. Звукосниматели. Звукосниматели здесь хорошие, я считаю. Это 590, а этот 598. Тут тебе и 4 провода из каждого. Можно делать отсечку. Тут тебе и запарафини на все, чтобы не микрофонило это говно. Ну, конечно, я понимаю. Сейчас мне возразят, древесные слухачи скажут, Глеб, это хуйня. Вот на стандарте, там вот, например, бёрстбакеры. А бёрстбакеры, нет там никакого парафина специально, чтобы древесное поле, которое окружает звучки, впитывалось звучками идеально. И дальше уже по нашему трубопроводу туда, в звукоусиливающее оборудование, весь этот чарующий звук поступал. Ну, можно и так рассудить. Дело ваше. Мне кажется, что вот эти вот 490, 498, заебись, звучат красиво. Парафин, 4 провода, все хорошо. А бёрстбакеров, хуй тебе, а не 4 провода. 2. 2 будет. И никакой отсечки вам там, конечно же, не грозит. А грозит вот этого микрофонный эффект. То есть, вопрос на самом деле открытый. Что лучше? Вот такие датчики а-ля винтаж или датчики а-ля человеческие современные технологии. Отличаются, чем эти все три гитары. Вот сейчас мы сюжетную дугу делаем. Вот как я уже некоторые детали отмечал. Смотрите, голова. На голове у студио все выполнено целиком золотой краской. И окантовочки нет. У стандарта то же самое. Нет окантовочки, но добавлено лого гипсон сделано перламутром. Пластиком под перламутр. А у кастом там не только перламутр на лого гипсон, но и здесь еще крякнутый бриллиант и окантовочка пластиковая. То есть, получается, чем дороже гитара, тем больше в ней пластика. Ну, как хотите, так и понимаете. Но пока так. Значит, гриф. То же самое. Смотрите, на гитарах студио и стандарт мы видим трапеции. Там мало пластика. На кастом там много пластика. Там такие прямоугольные. Инлейс. Это называется. Инлейс. Инлейс. Ну вот. Еще и окантовочка на стандарте и на кастоме. То есть, еще больше пластика. На студио совсем мало. На окантовочке нет трапеции. На стандарте окантовочке есть трапеции. А на кастоме и окантовка, и прямоугольники. Как хотите, так и воспринимайте. Но это ебаный факт. Дальше смотрим. Бадя. Корпус, то есть дека. Тушка, блядь. На студио окантовочки нет. На стандарте окантовочка с одной стороны. На кастоме окантовочка пластиковая. И спереди, и сзади. С двух сторон. По поводу датчиков. Датчики, это, знаете, мне кажется, не очень дорогой элемент в электрогитаре. Ну, как бы, ну датчики и датчики. Тем более, вот вопрос открытый, как я говорю, о пиздатости тех или иных датчиков. Классические пафы, там на кастомах, по-моему, бёрстбакеры. Или вот эти вот, как 490-498. Блядь, навыдумывали этих цифр. В общем, хуй знает, что из этого лучше, хуже. Но, по-моему, всё это по стоимости во время производства плюс-минус одинаково стоит. Так что я прихожу к выводу, что цена на электрогитару Gibson обуславливается количеством пластика, который на неё расходуется. Что? Что не так, блядь? Смотрите. Стандарт стоит как 2 студио. Кастом стоит как 3 студио. И ровно получается в 3 раза больше, например, на корпусе пластика. То есть на студио пластика 0, на кастоме на стандарте один край пластиком облечён, а на кастоме и один и другой край в пластик убран. Что? Что я неправильно говорю? Вы говорите, Глеб, ты забыл. Накладка. Накладка не палисандр на стандарте, на кастоме, на стандарте палисандр, кстати. А чёрное дерево. Вот здесь-то всё отличие и кроется, Глеб. Ну, слушайте, друзья мои. По-моему, чёрное дерево это не такая уж и дорогая штука. Вот смотрите, например. Берём электрогитару. Ну, какую? Ну, предположим, Музиму, да? Хуякс. Вот вам, пожалуйста, древняя немецкая гитара Музима. Вот вам чёрное дерево, блядь. Так чё Музима? На первые самые тоники на фабрике имени Луначарского на накладку ставили чёрное дерево. Блядь, на тоники на Луначарского. Это Советский Союз. Это инструменты делались для пролетариев. Фишка была, чтобы дёшево всё было и сердито. Так что, мне кажется, нет, дело не в чёрном дереве. Дело именно в количестве пластика. Ну, то есть, ещё раз думайтесь. Вот на один стандарт можно приобрести два студио. А на один кастом можно приобрести три студио. А различие в количестве пластика. Как хотите, так и понимаете. Ну что, ладно. Что ещё у нас тут осталось? Теребонечка. Естественно, трёхпозиционные отсечки. Тон-тон. Всё по классике. Конечно же, отдельное спасибо работникам Гибсон за то, что написали сзади. Год, год, блядь, сзади написали. Вот, пожалуйста, можно взять и прочесть. И не нужно выяснять, с помощью какой шифровальной машины был закодирован год производства в серийном номере. То ли они пользовались инигмой трофейной, то ли ещё чем-то, блядь. То ли просто в приходе к какому-нибудь наркотическому дед Маккарти приходил и говорил, «Я вижу цифры, дайте бумажку». И так, как в фильме. И пишет, пишет, пока у него бумажку из рук не вырвут. И вот написал на несколько лет вперёд все серийные номера Гибсонов. Может быть, так было. Но здесь, слава богу, взяли и, не выёбываясь, просто написали год, в котором она была создана. Это электрогитара. Ну что ж, давайте теперь послушаем данное изделие. Воу, Эдуард был «Бридж». А давайте теперь послушаем и «Бридж», и «Нек» вместе. Сойбись! И теперь «Нек» остался. Ну, в общем-то, что «Бридж», что «Мидл», что «Нек» заебись. Давайте теперь послушаем всё это на отсечках. Итак, «Бридж». Ну, так себе. Фонит сильный, конечно. Теперь среднее положение. Ага. Вот так. Ну, тоже странно. И «Нек». Ну, вот так вот звучит у нас тут всё на отсечках. А теперь давайте слушать чистый звук. Красота. Это у нас «Нек». А давайте послушаем «Мидл». Красотища. И «Бридж». Заебисимо, но, конечно, перегружает уже чистый канал. А теперь возьмём и отсечки. И всё то же самое. «Нек». «Мидл» и «Бридж». Вот «Бридж» мне нравится, как на отсечке на чистом звуке звучит. Меньше перегружает. И такое всё приятненькое. Вот, дорогие мои друзья, вы только что увидели, как звучит данный экземпляр. Ну, я, наверное, сморозил хуйню. Увидели, как звучит. Как можно увидеть, как звучит. Но вы знаете, вполне в рамках традиции высказывания, я считаю, потому что Глен Фрикер, западный блогер, давно уже говорит, что мы слышим глазами. И вы знаете, разделение на студио «Стандарт» и «Кастом» по количеству пластиковых элементов в декоре только подтверждают это высказывание. Ну, вы можете опровергнуть или согласиться со мной в комментариях. Добро пожаловать. А пока я хочу сказать огромное спасибо. Дичайшее спасибо Андрею Корнееву, который прислал эту гитару мне сюда из Техаса. И теперь настала минутка агитаций. Подписываемся, блядь, на мой канал. Жамкаем тиребоньку. Ставим лайки, хуяйки. Держим писюн кверху. Пишем. Глеб, это же студио. Он не звучит. Это же пфу. Это вообще. Это во. Это что? Он нихуя банально не звучит. Эй, алло. Глухой. Ну вот, что еще? Теперь важное, важное объявление. Подписываемся, блядь, на мой патреон. Пять долларов, например, впечатываем в окошечку. Жамкаем, энтер и попадаем в Нарнию. Там у меня контенту. Короче, давно уже достаточно веду патреон. Скопилось там много всего интересного. Там у меня и обзоры, и то, и сё. И всякие там стайл лайф видео. И всякая автоп. Короче, не менжуемся. Подписываемся и подписываемся на спонсорство. Спонсором уровня стандарт и кастом доступны обучающие видео, которые почти каждую неделю выходят на моем канале, где я подробно разбираю всякие фразы, которые можно залуплять, по кругу гонять. И я там говорю, вот здесь вот вибрато надо так делать, здесь глиссанда так, здесь бэнд так. И тем самым вы будете оттачивать на реальных музыкальных фразах эти очень нужные каждому гитарному монстру навыки. Так что не менжуемся, блядь, подписываемся на патреон и на спонсорство. А теперь уже действительно важную вещь хочу сказать. Друзья мои, я вас всех очень сильно люблю, целую и обнимаю. И напрямую с вами Тицкая Сила. Пока, блядь.